Всем привет, друзья! В этом видео хочу вам рассказать, как манипулируют сознанием людей. И в особенности это касается россиян, потому что именно сейчас там идёт огромная, мощная манипуляция сознанием. И многие люди это хавают, конечно. И даже я приведу примеры вот таких. Их просто, знаете, вот просто принимают всё, что им говорят. Но давайте вот сначала начнём про это пандемическое соглашение. Я вам сказала уже несколько дней назад, что это просто бабайка такая, которая всех пугает. Но в итоге это пандемическое соглашение, оно так и не было подписано. Что нам говорили содержится в этом пандемическом соглашении? Что зов этой организации отнимет у всех стран весь суверенитет, будет навязывать там свои эти модные манипуляции плечевые. И только чтобы слушали их, отнимет все права у граждан, все свободы. И даже будет решать какой там пол у родившихся новых младенцев. Вот если вы откроете это пандемическое соглашение, то там ничего такого даже и близко нет. Откуда это всё взяли, я не понимаю. Кто-то внизу подписал, значит, под видео об этом соглашении свой текст выдуманный. И понеслось по всему интернету. Вот мне даже лень искать, потому что я уже один раз открывала, смотрела, вот даже не хочу больше. Потому что в этом пандемическом соглашении ничего подобного даже не содержится. Но видите, как сыграли над сознанием людей, подписав там, что там этот зов всё-всё отнимет у людей. Там ничего такого нет. И в итоге это страшное пандемическое соглашение, в кавычках, оно так и не было подписано. Вот этим всё и закончилось. Ну, может быть, это будет какая-то вторая попытка подписаться. Но ищите сами и читайте это пандемическое соглашение. Там ничего такого нет. Бабайка закончилась. Я вам говорила, даже не заморачивайтесь. Даже если подпишут, не подпишут, всё будет одинаково. Вот если касаться России, то даже если подпишут, не подпишут это соглашение, Голикова останется на своём месте, Попова останется на своём месте. И так же будет всё продолжаться. И я ещё раз говорю, чем больше Россия выходит из каких-то международных организаций, тем меньше у россиян остаётся прав. Поэтому даже лучше, если будет подписано. Вот это я вам точно говорю. Давайте дальше посмотрим эти примеры. Ну, начнём прямо с самых клоунских таких манипуляций сознанием. Вот россиян. И вот это прямо касается просто-напросто обычных баранов, которые вот прилипли к телевизору, и больше они ничего знать не хотят и верят во всё, что там происходит. Значит, что там показывают? Иркутская отшельница предсказывает, что там великое будущее у России, какие-то шаманы, ведьмы там собираются в круг со своими заклинаниями. У меня на телеграм-канале есть эти видео. Посмотрите, очень смешно. Вот это прямо рассчитано на полных идиотов, на полных баранов. Я не знаю, как такими вещами вообще можно манипулировать. Это вообще не поддаётся никакому моему объяснению, потому что вот это выглядит просто смешно. Вот я даже не знаю, действительно существует такая группа людей, которые могут в это поверить. Вот я не знаю. Вот мне прямо даже не верится, что действительно такие люди существуют. Ну, это может быть какая-то там пенсионерка уже живёт там одна, например, да, уже старенькая совсем, ей подсказать некому, и интернетом она пользоваться не умеет. Ну, может быть, вот такая группа населения может в такой бред клоунский вообще поверить. Давайте дальше. Значит, объявилась одна такая девочка, которая рассказывает... Девочка-школьница такая, знаете, прям совсем-совсем молоденькая, которая рассказывает всему миру, что вирусов не существует. Она вот это вот открыла, значит, это открытие у неё такое. Она это всё распространяет на телеграм-канале, там какие-то фильмы делает за деньги, их продаёт. Вот. Подхватывает такие же бараны, и понеслось это всё. Значит, вирусов у них не существует. Вот эта девочка-школьница доказала, значит, там у неё какие-то письма от докторов, которые там перед ней снимают шляпу, значит, что вот она доказала. Они вот такие с образованием людей спасают от смерти. Ну, тоже знаете, вот насколько это всё глупо выглядит. И на таких вот каналах, вот, например, как вот эта девочка-школьница, там пасутся тролли, пасутся боты, которые это всё распространяют. И попробуй скажи, что это не так. Это глупость, вот которую девочку вот эту заставили это сделать. Я тоже стала жертвой вот такого нападения ботов и троллей, которые эту идею, значит, что вирусов не существует. Им в инструкции было сказано распространять эту идею. Я тоже стала жертвой нападения вот таких троллей. Когда я на своём телеграм-канале написала, что успокойтесь, вирусы существуют и всегда существовали и будут существовать, пока существует человечество. И даже сделала соответствующее видео, наверное, я там с небольшими корректировками, чтобы убрать некоторые слова для Ютуба. Я его, наверное, даже здесь выставлю. И покажу вам и расскажу организации, которые, значит, занимаются тем, что исследовательской работой по поводу вот этих вирусов. Пока так скажу, чтобы не волновать Ютуб. Вот, значит, и всё это хавает вот эти по поводу вирусов. Вот одна девочка сказала. И опять вот особенно самые-самые такие, знаете, ну, я не знаю, это самая низкая степень баранов, вот как это сказать, которые это всё подхватили и начали это всё пережёвывать и распространять на интернет. То радиации не существует. Да, вот какое-то там видео увидели, где физик там купался в ванне с ураном или с чем там он... Таких фейковых видео сейчас миллион, наверное, на весь интернет, если не больше. Верят опять, всё хавают. То космоса не существует, то Земля опять эта плоская уже достала всех. У нас нет никаких доказательств стопроцентных. Плоская она или круглая. Поэтому не надо орать на весь интернет, что она плоская. Мы этого никогда не узнаем. У нас нет таких доказательств. Нам это не скажут. Правду никогда. Может, она вообще квадратная. Вот смотрите, вот пройдёт какое-то время, потом ещё скажут, что какой-нибудь старшеклассник, там, Петя Иванов, например, путём там сложнейших математических формул вычислил, что Земля квадратная, и ему пообещали Нобелевскую премию. Ну вот. Увидите, что это подхватят, опять начнут распространять. То есть людям можно втюхать любую информацию, любую вообще, и они будут распространять. Причём ведутся на это даже взрослые уже такие, знаете, ну, не старые люди. Не старые. Наверное, хотят себя считать какими-то первооткрывателями, там, да, вот всё вот такое. И хавают, любое им закинь. Хочу радиации не существует. Всё, подхватили. Космоса не существует. Подхватили. Космонавты не летают. Опять подхватили. Это всё, понеслось. Вот смотрите, друзья. Это всё вбросы для изменения сознания людей. Пандемическое соглашение. Все вот эти не существуют. И плоские, и всё такое. Изменения сознания людей. Как противостоять этому? Вот у меня есть своя теория, как этому противостоять. Не хавать ничего. Ничего абсолютно. Даже если это и враньё. Вот, например, давайте на примере плоской земли, да, и круглой, шарообразной. Вот мы знаем, как нам преподавалась в школах, что земля шарообразная. Вот и стойте на этом. Потому что мы не знаем, какая она в действительности. Пусть это даже будет ложь. Но если вы будете принимать, что там земля плоская, там через год скажут квадратная, вы навешаете на себя таким образом ещё тонны лжи. Не надо ничего принимать. А вот стойте на одном. Ничего не принимайте. Только так можно противостоять изменению сознания. Только так. Ничего не принимая. Мы всё равно правду не знаем. И даже если это ложь, нам придётся стоять именно на, вот, придерживаться вот этого мнения. Чтобы не допустить ещё новой лжи. Понимаете? Потому что правду мы не узнаем никогда. Нам её не скажут. Поэтому стойте на одном. Будьте таким стойким оловянным солдатиком. Ничего не принимайте. Это всё вбросы, которые сейчас происходят. Для изменения сознания людей. Подождите, вы ещё не то услышите. Это касается и фейковых видео, и фейковых статей. Я не во все статьи верю. Там по поводу, например, что они там уже начали выращивать, значит, людей искусственно. Вот в это я не верю. Много информации лживой сейчас в интернете. Вот по поводу вот этих, значит, идей там из нового мирового порядка. Надо всё как-то разделять. Когда мы это увидим, вот такого рождённого человека из пробирки, да, вот вырастенного искусственного, тогда можно поверить. А сейчас это просто манипуляция сознанием. Поэтому, друзья, только единственный выход. Не вестись на вот эти вбросы, а стоять чётко на одном. Чтобы вам ещё больше не навешали лживых идей. Только так противостоять, друзья. Иначе нам вообще свернут голову. Вот именно вот этими манипуляциями. Поэтому стойте на одном. Даже если это ложь. Даже если это ложь. Но если вы не хотите, чтобы вам ещё добавили лжи, стойте всегда на одном.